Параграф 168. Суверенные регионы. Самые широкие полномочия из типов территориальных единиц государства у суверенных регионов. В отличие от других автономий с отдельными полномочиями, суверенные регионы обладают суверенитетом и представляют собой что-то вроде «государств в государстве». Вершиной суверенности можно считать их право на сэцессию, односторонний выход из состава материнского государства, которым они, тем не менее, пока не воспользовались. Суверенные регионы являются конституирующими элементами конфедеративных государств, но могут встречаться и в унитарных, и федеративных. Столь широкие полномочия приводят к тому, что такие образования часто путают с государствами, как Монашескую Республику Афон, не самоуправляющимися территориями, как Аланские острова, или непризнанными государствами, как Азад-Кашмир. Получается, что суверенные регионы объединяют отдельные черты всех этих пограничных понятий. Автономное монашеское государство Святой Горы Афон является суверенным регионом Греции. Его статус существенно отличается от других территориальных единиц страны. Фактически регион обладает полной автономией и даже элементами суверенитета. Изолированно расположенный на одноименном полуострове Халкидики Афон представляет собой крупнейшее в мире сосредоточие православных мужских монастырей. Особое сакральное значение полуострова для христианства, считается земным уделом Богородицы, предопределило то, что единственным разрешенным занятием на Афоне стало моление. Поэтому на территорию государства не допускаются туристы, неправославные и женщины, и даже домашние животные женского пола. А всем остальным необходимо благословение на служение от поместной церкви. Для того, чтобы попасть на Афон, нужно получить диамонетирон, аналог визы в соседних греческих салониках или уранополисе, и воспользоваться катером. Фактически у данного государства нет ни политической, ни экономической системы, потому что жизнь ведется по монастырским уставам, и административный центр карьер наделен исключительно координирующими функциями. Традиции автономного существования на Афоне очень давние, с VII века, и они не прерывались ни османами, ни нацистами. Нахождение же в составе Греции определяется тем, что исторически православные государства, в первую очередь Россия, претендовали на совместное управление территорией, и даже в 1917 году вводили сюда войска, и прогреческий статус служит защитой от внешнего вмешательства. Оландские острова, дословно «страна окуня» в Балтийском море, входит в состав Финляндии, но независимы от нее в вопросах образования, здравоохранения, культуры, транспорта, экологии и связи. Жители островов имеют отдельное гражданство и не служат в финской армии. Единственным официальным языком является шведский, хотя все финны обязаны учить шведский в школе. Во время Гражданской войны 1918 года в Финляндии почти все жители Оландских островов проголосовали на общем сходе за воссоединение со Швецией, но та хотела все оформить в соответствии с принципами международного права и не нашла союзников, не желавших портить отношения с новым государством в ситуации распада Российской империи. Оландские острова проводили референдум и о вступлении в ЕС, на котором добились исключения из Общеевропейского налогового союза. Благодаря этому все балтийские паромы, делая пятиминутную остановку на островах, могут торговать беспошлино. Это позволило островам стать территорией с одним из самых высоких показателей уровня жизни в мире. На 30 тысяч человек на Оландах действует 8 консульств, и регион является членом Северного совета. Российское консульство на Оландских островах, бывшей самой западной провинцией Российской империи, служит гарантом демилитаризованного с 1856 года статуса архипелага. Азад-Кашмир возник в результате индо-пакистанского конфликта за территорией Северного княжества Джамму и Кашмир. Индия, основываясь на решении бывшего руководства, преимущественно мусульманского княжества, выступившего за интеграцию с южным соседом, претендует на всю его территорию, хотя отдельные его части контролируются Пакистаном и Китаем. Формально суверенный Азад-Кашмир создан в западной части бывшего княжества и фактически управляется из Асламабада. Суверенные регионы широко распространены на постсоветском пространстве. Они являются наследием республик СССР, имевших право на выход из состава государства. Память об этом положении способствовала юридическому закреплению подобного статуса за некоторыми автономиями новых независимых государств. Некоторые из них были позже отменены, как в Татарстане или Чечне в России, а некоторые де-юры сохраняются, как у Гагаузии в Молдавии или Каракалпакстана в Узбекистане.